В современном мире роль женщины растет с каждым годом. Сегодня она не только хранительница очага, но порой и главный кормилец семьи. И уже никого не удивляет то, что представительницы прекрасного пола занимаются мужской работой. Наш корреспондент Адильхан Сахари познакомился с женщинами труда, поздравил их с весенним праздником и узнал, почему же они выбирают такие нелегкие профессии. Шулпан Тулыбаева фермер со стажем. В сельском хозяйстве она уже 15 лет. Сегодня в ее ведении около 200 голов крупного рогатого скота и несколько десятков лошадей. А еще занимается земледелием. Под ее руководством трудятся 15 мужчин. Хозяйство пусть и небольшое, но крепкое и твердо стоит на ногах. Фермер не скрывает, что для женщины руководить крестьянским хозяйством дело отнюдь непростое. Не раз случалось, что встанет в поле комбайн и никто его отремонтировать не может, а урожай собирать надо. Приходилось возиться самой. И это только один из примеров, но я нисколько не жалею. Хлеб, добытый своим трудом, во сто крат вкуснее. А это заслуженный деятель искусства Алихана Дырышева. Хотя никогда и не держала в руках мотыгу и не пасла скот, но за 40 лет своей работы в театре сыграла немало сельских тружениц. И доярок, и пастушек, и трактористок. Но и труд актрисы тоже нелегкий, говорит женщина. Нужно не просто вжиться в образ и хорошо сыграть свою роль, нужно еще уметь зажечь человеческие сердца. Я занимаюсь любимым делом, уважаемо, почитаемо. Когда играешь на сцене, когда зрителей много, когда видишь их реакцию на твою игру, понимаешь, вот оно, счастье. Большего и не надо. А у этой женщины работа самая, что ни на есть мужская. И в морозы, и в жару, всегда на улице, всегда на ногах. Зато благодаря этому труду Ажар Абдулданова кормит свою семью. Какой бы ни был труд, нельзя его стесняться. Плохих профессий не бывает. Главное, чтобы твоя работа приносила пользу обществу. Я поздравляю всех женщин с праздником. Всем желаю любви и счастья.